Здравствуйте, меня зовут Светлана Ольшевская, я травматерапевт, кризисный психолог, ЕМДР-терапевт, семейный психотерапевт, позитивный психотерапевт. Я работаю в мультимодальном подходе, а это значит, что в зависимости от запроса клиента я подбираю наиболее подходящие техники и методы, которые помогут эффективно справиться с запросом клиента. Сразу включу демонстрацию экрана, так как лучше всего усваивается информация в большинстве своем людьми визуально, поэтому включаю демонстрацию экрана и у нас немного времени, но именно сегодня я расскажу вам и мы с вами поговорим о теме тревоги или как обрести свободу от тревоги. Что же такое тревога? Мы затронем несколько аспектов, которые вы видите на экране, но начнем с самого определения. Тревога – это переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неопределенного неблагополучия, предчувствием грозящей опасности. То есть мы не знаем, что произойдет, но переживаем эмоциональный дискомфорт по этому поводу. Также есть тревожность – это индивидуальная психологическая особенность, и она может быть как личностная, то есть стабильное свойство личности – тревожность, и ситуативная в зависимости от конкретной ситуации. Чем же отличается тревога от страха? Если мы говорим о тревоге, то источник тревоги не осознается или не поддается логическому объяснению. Что-то случится, не знаю что, но у меня есть тревога по этому поводу. При страхе, источником страха является что-то осознаваемое человеком, что-то конкретное. Не знаю, злая собака, автомобиль и что-то конкретное. Тревога проецирована в будущее, то есть может быть что-то случится, нежелательное, но реального ущерба в тот момент, когда человек тревожится – нет. Источником страха является событие в настоящем или прошлой травмирующий опыт, то есть если на нас раньше напала собака, то мы боимся собак, и если в следующий раз на нас бежит собака, мы испытываем страх. Тревога чаще всего определяется левой рассудочной частью мозга, а страх чаще локализован в правом эмоциональном полушарии мозга. И тревога носит социально обусловленный характер, а в основе страха лежат биологические инстинкты. Также проявляется тревога. На изображении вы можете посмотреть частые проявления тревоги, но нужно важно отметить, что самое главное, что происходит в нашем теле – происходит физиологическая активация. У нас ощущается дыхание, ускоряется сердцебиение, повышается потоотделение, мы можем чувствовать мышечную дрожь, либо напряжение. Если мы говорим о тревоге или тревожном расстройстве, то здесь может быть еще расстройство сна. И в последнее время очень часто встречающийся показатель – это снижение концентрации внимания. Кроме этого, высокий перфекционизм, высокие ожидания от других и от себя – это тоже может являться показателем тревоги, которая есть внутри нас. Если говорить о видах тревоги, то есть ситуационная тревога, тревога ожидания, спонтанная тревога, либо свободный страх – так назвал спонтанную тревогу Фрей, да, не узнает, не удается в данной ситуации установить связь тревоги с какой-либо конкретной ситуацией. И постстрессовая тревога – после каких-то экстремальных, сложных жизненных обстоятельств. Когда тревога уже не тревога? Если тревога и страх со временем проходят, то если тревога вызывает ежедневный дискомфорт, и вы не берете свое от жизни, если вы подстраиваете свою жизнь в зависимости от того, испытываете вы тревогу или нет, это верный признак того, что стоит обратиться к специалисту. Если мы говорим о специалистах, то это психолог, психотерапевт, психиатр. Зачастую, к сожалению, пока что обращения к психиатрам по этому поводу встречаются реже, хотя это не хуже или не лучше, главное пойти к специалисту, обратиться к специалисту. Психологи зачастую, подозревая, например, тревожное расстройство, могут направить к психиатру. Это не означает, что вы автоматически становитесь психом, да, вот это вот укорененное представление о том, что психиатр – это сразу диагноз, сразу психиатрическая больница, да. Но это позволит как психологу, так и вам понимать, с чем вы столкнулись и каким образом с этим обходиться. К слову, тревожное расстройство встречается у от 10 до 28% людей. Это достаточно большой процент, и это говорит, что вы не одиноки. Если говорить о частых, наиболее распространенных тревожных расстройствах, то это генерализованное тревожное расстройство. Когда встречаются люди, которые тревожатся постоянно, практически по всем пунктам, они плохо спят, у них быстрая утомляемость, высокая раздражительность. Еще одно тревожное расстройство, которое часто встречается – это социальная фобия. Сильный страх, когда нам надо познакомиться, когда нам надо выступить перед кем-то, либо пообщаться в компании. Следующее – это паническое расстройство, либо панические атаки, которые, собственно, случаются в рамках панического расстройства. И чаще всего человек начинает бояться именно этих состояний. У него повышается сердцебиение, у него повышается пульс, а на самом деле это просто выработка адреналина. И некоторые психологи рекомендуют медленно дышать, но это плохая рекомендация, потому что, когда внутри нас скоплен адреналин, нам важно выпускать этот адреналин, собственно, каким-то образом его использовать, не забивать. И в этой истории как раз подходит, как минимум, например, начать ходить по комнате. Обсессивно-компульсивное расстройство. Есть навязчивые мысли, когда мы их думаем, они не несут никакой важной информации и никак не помогают разрешить ситуацию, но они есть. И навязчивые поступки. Это как раз то, что человек делает, это какие-то ритуалы, например, часто встречается мытье рук, либо какие-то ритуалы, чтобы какие-то вещи стояли на определенных местах, либо их переставление. И здесь часто клиенты думают, что они одинокие и испытывают чувство стыда и беспомощности. Но они здесь не помощники, вы не одиноки, такие люди есть, и обратиться за помощью – это важно. Еще одно тревожное расстройство – это посттравматическое стрессовое расстройство. Оно происходит в результате травмирующего события, и в данной ситуации обязательно важно обратиться к специалисту, потому что с посттравматическим стрессовым расстройством справиться самостоятельно невозможно. Собственно, как и с предыдущими расстройствами, важно обращаться к специалисту, чтобы получить вовремя помощь и поддержку. Ипохондрия, если вы часто обращаетесь к врачам, вам говорят, что вы здоровы, но вы все равно обращаетесь к врачам вновь и вновь, это как раз также говорит о том, что есть вид тревожного расстройства, а, соответственно, стоит обратиться к врачу. Простые фобии, например, для кого-то собачка – это будет милое существо, для кого-то это будет фобией, человек не сможет пройти, если рядом стоит собака и так далее. Это еще один повод обратиться к специалисту, если это мешает вам жить, например, если вы перестаете гулять на улице и так далее. Более подробно о модели тревоги я расскажу на расширенной встрече, которая пройдет во вторник. Более подробно о времени вы узнаете на моем телеграм-канале. Ну а сегодня еще хотелось бы уделить внимание, что же делать, если тревога активирована. Первое – это позволять тревожным мыслям приходить. Если есть тревожная мысль – да, я сейчас подумал об этом, это просто моя мысль. Второй вариант – это оспаривание мыслей. Так как если мы начнем отслеживать наши мысли, мы заметим ошибки мышления. Что это значит? Ну, например, когда мы говорим, если сейчас я не сделаю это, то все, моя карьера разрушена, и я останусь без денег, и это будет катастрофа. Это будет катастрофизация. Есть еще много, несколько ошибок мышления, которые существуют. Переоценка мыслей, например, представленные вопросы на экране, помогут вам переоценить мысли и понять, что это только мысли, а не факты. Несколько вопросов здесь. Также вы можете отскриншотить эти вопросы и в моменты тревоги задавать себе эти вопросы, что будет снижать вашу тревожность. Еще один момент и классная техника – это запланировать на каждый день время для тревоги. Каждый день в одно и то же время вы садитесь и тревожитесь. В любое другое время ваши тревоги вы откладываете на то время, которое запланировано у вас для того, чтобы посидеть и попереживать. Будет отличным дополнением, если вы выпишите свои тревоги на лист и будете писать без цензуры, просто для себя. В каких случаях еще будет здорово и что помогает справиться с тревогой? Это работа с установками о себе, о других и о мире. И это отлично работает в терапии. Если у вас действительно, вы понимаете, что у вас вопросы с тревогой и вам сложно с ней справляться, обратитесь, пожалуйста, к специалисту. Специалисту, который, например, владеет когнитивно-поведенческой терапией, либо техникой ДПДГ – десенсибилизацией, переработкой движения глаз. Хотела бы пригласить вас на групповую сессию ДПДГ по работе с тревогой.